Магистовские предприниматели приняли участие в высадке одно село, один продукт. Местные производители представили жителям региона молочную, мясную продукцию, овощи и фрукты, а также ювелирные и ремесленные изделия. Как сообщили в региональной палате предпринимателей, выставка направлена на повышение конкурентноспособности бизнесменов. Подробности в следующем сюжете. Олдоберген Тлимбаев на протяжении 20 лет занимается резьбой по дереву и изготовлением различных сувениров. В последние несколько лет увлекся производством костяных изделий. Мастер представил на выставке ювелирные украшения. Он говорит, что в первую очередь это ремесло для него является увлекательным хобби, а уже потом источником дохода. В основном я работаю с верблюжью костью, иногда использую кости других домашних животных, изготавливаю вот такие сувениры. В настоящее время реализуется государственная программа «Одно село, один продукт». И сейчас мы ощущаем поддержку в рамках этой программы. Мы хотим развиваться дальше, расширять свой бизнес. Не собираемся ограничиваться пределами региона. Будем выходить на республиканский и международный уровни, создавать свой узнаваемый бренд. Другой бизнесмен Ерлан Абдерахманов реализует бутылированную воду. Он собирает артезианские воды из скважин глубиной 50 метров в селе Тушбек. В месяц производит 50-60 тысяч бутылок емкостью от 0,5 до 19 литров. В отличие от других производителей воды, мы добываем воду из подземных источников. Это чистая природная вода. В ней очень много полезных для организма компонентов. Цель расширения нашего бизнеса – создание новых рабочих мест, особенно для молодежи. Сейчас ведем переговоры по вопросам организации производства. Региональная палата предпринимателей Атамикен уже три года работает над проектом «Одно село, один продукт». Первыми интерес проявили сетчанки из Каракьянского района и начали зарабатывать при поддержке этой программы. На сегодняшний день объединились 33 женщины, которые создали единый сельский бренд. Сейчас они уже экспортируют свою продукцию в страны ближнего зарубежья. Предпринимателю не нужны субсидии и гранты. Необходимо предоставлять долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками. К примеру, 1%. Раньше была программа «Нуркапитал». В настоящее время готовится проект «Магистау Бизнес». Если все это найдет поддержку, то я не сомневаюсь, что уже через пару лет бизнесмены Магистауской области продвинутся вперед сами и начнут вносить свой вклад в экономику региона. Во время выставки наградили трех победителей проекта «Одно село, один продукт». В дальнейшем эксперты будут выбирать из 50 участников ярмарки предпринимателей и определять следующих получателей государственного гранта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова